Я приглашаю на гостевую площадку Ирину Суслову, народного депутата Украины. Спасибо, Ира, что приехали к нам. Спасибо вам за поддержку. Сразу хочу начать с заявления, которые вот только что мне передали мои редакторы. Не буду говорить, кто это, но некоторые радикальные партии призывают завтра продолжить травлю Интера. И считают, что сегодняшний погром канал Интера это только прелюдия к большой драме. И призывают своих сторонников завтра прийти уже к зданию Интера. На самом деле сегодня напали на здание редакции новостей на здание. А завтра, вот как видим, готовятся все это повторить уже в другом районе города, там, где находятся центральные офисы, другие съемочные павильоны канала. Прокомментируйте, пожалуйста. Олексей, вы знаете, все то, что происходит сегодня тут, произошло тут в студии Интера, в одной из студий Интера. Это неприпустимо ситуация, как и те заклики, которые лунали от многих людей, в том числе и публичных людей, щодо того, что необходимо разбираться с телеканалом или с другими телеканалами. Питание в том, что если есть какие-то конкретные зауважения к телеканалу, мы должны их озвучивать до правоохранных органов. Тем более, что мы имеем на то соответствующие повноважения. Как народные депутаты, если тебе что-то не влаштовывают, ты можешь обратиться або до СБУ, або до Национальной комиссии с вопросом радио и телемовления. И есть неприятная ситуация, когда пытаются решить вопросы подпалами, которые происходят в Киеве, и без пределами. То есть, эта ситуация точно неприятная, такие заклики неприятные. И я считаю, что единственное решение этой проблемы, оно поляга в том, что создать соответствующую группу, до которой идут в первую очередь представители Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, в том числе представители правоохранной системы, таких как Национальная полиция Украины. И создать эту группу, которая независимостей, объективно, в найкоротший термин будет проводить расследование того, что произошло сегодня. Потому что из того, что я чула от людей, которые безусловно были в середине, это было жахливо, потому что люди, которые совершили подпал студии, они понимали, что в середине находятся люди. Это живые люди, которые пребывали на своих рабочих местах, и которые, фактически, не были возможности покинуть помещение. Это непрепустимое. То есть, фактически, мы сегодня, те люди, которые совершили такой преступленность, они играют на руку кому? Кому? Кто зацикавленный, в первую очередь, в том, чтобы дестабилизировать ситуацию на предыдущей осени? Кто зацикавленный? Конечно, наш внешний агрессор. И про это, что они говорили, наши... Ну, вопрос только в другом, чьими руками это делается? Вы знаете, я уверена в том, что это расследование должно быть проведено в самый короткий термин, и не тем органам. Ну, некоторые чиновники высшего, причем ранга, они уже поспешили объяснить и назвать причины, и рассказать всем, что случилось, не дожидаясь суда и следствия, на самом деле. Вы знаете, у меня вопрос тогда до национальной полиции. А чи они встигли провести соответствующие следственные действия? Давайте зрителям дадим возможность посмотреть, как это все, эти следственные действия иногда проходят. Покажите нам, пожалуйста, момент смины, которую нашли возле нашего здания. Открытое криминальное проведение проводится досудовое расследование. На первый час больше я вам ничего не могу сказать. Что с миной, которая лежала возле кто-то? Что это за ситуация? Вона вылечена и направлена на экспертизу. Это боевая мина? Нет, нет, это не боевая. Звучит в огонь? Кто эти люди? Сейчас останавливаются люди, которые были затриманы. Сколько затриманы? Честь соседей. Ира, я вам объясню, вы не слышали беглый взгляд правоохранителя на мину, когда у него спрашивают, скажите, что это, это боевая мина или нет, беглый взгляд нет. Ну, это приблизительно об уровне той экспертизы, которую вы ждете. Вы знаете, я не видела сюжета, я не видела погляд, но я точно могу сказать, я хочу нагадать, просто мы нещодавно, наприкінці закінчения політичного сезона, это обговорили студии «Чорного зеркала», так, речница национальной полиции, результаты работы, так, чи удалась реформа, чи не удалась, я хочу нагадать, что квартиру моёй сестри пограбовали трошки больше лет тому, потом мою квартиру пограбовали через півроку, и в день, когда мы говорили про результаты работы национальной полиции, ввечері мені подзвонил в тату после эфиру и сказал, что пограбовали квартиру моей бабуси. Я хочу еще раз нагадать, прямые функциональные обязательства национальной полиции, и зваждано на то, что их завдание не робить селфи. Мы очень впечатлены тем, и задоволены тем, что у нас есть прекрасный полицейский, с хорошей внешностью, в хороших окулярах, на хороших автомобилях, но мы закликаем их начать выполнять свои функциональные обязательства, которые на них покладены, и законом Украины, в первую очередь, и с суспільством, но вот эти три эпизода хоть кого-то нашли, хотя бы по одному из них. Нет, нет, никакого значения не надо. Вы прочувствовали, конечно, эту реформу на себя. Ира, спасибо вам огромное, что вы приехали, спасибо, что поддержали, давайте всем пообещаем, что мы с вами еще встретимся в студии, и подробности недели, и черного зеркала, как бы кое-кто не хотел, чтобы этого не произошло. Звучит, дякую вам.